Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок русского языка по теме средства массовой информации. Бессоюзные сложные предложения. Сегодня на уроке вы расширите свои знания о средствах массовой информации. Повторите особенности и типы бессоюзного сложного предложения. Сможете определить основную мысль текста и роль его структуры в передаче основной мысли. И преобразуете бессоюзные сложные предложения в союзные. Ребята, сегодня мы начинаем изучение нового раздела, который называется средства массовой информации. И наш первый урок я бы хотела начать со слов великого историка Василия Осиповича Ключевского. Он говорил, газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что он не понимает. Ребята, в ходе изучения данного раздела мы с вами узнаем виды средств массовой информации, а также их роль в жизни современного общества. Но для начала давайте проверим, насколько хорошо вы понимаете значение понятия средства массовой информации. Перед вами ассоциации, данные разными людьми к понятию СМИ. Дайте определение понятию средства массовой информации, опираясь на предложенные ассоциации. Готовы? Давайте проверим, насколько вы были близки к правильному ответу. Закон Республики Казахстан о средствах массовой информации гласит, средства массовой информации это периодическое печатное издание, телеканал, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы. Ливандовский определял СМИ как средство коммуникации, которое доносит словесную, визуальную или звуковую информацию до массового потребителя. Еще одно определение средств массовой информации это мощная сила воздействия на сознание людей, средство оперативного донесения информации в разные уголки мира и наиболее эффективное средство влияния на людей. Ребята, еще раз внимательно посмотрите на эти определения, выделите в них ключевые слова и попробуйте определить функции средств массовой информации. Готовы? Давайте рассмотрим возможный вариант ответа. К функциям СМИ, конечно же, относится информационная, которая заключается в передаче информации в разные уголки мира. Следующая функция – культурно-образовательная, которая реализуется в основном на теле и радиоканалах, а также в кинодокументалистике. Еще одна функция заключается в формировании общественного мнения. Мы с вами уже говорили, что СМИ воздействуют на сознание читателя. И еще одна функция – развлекательная, которая реализуется на теле и радиоканалах. А теперь, ребята, давайте проверим, умеете ли вы правильно писать слова, связанные с темой средства массовой информации. Давайте проведем словарную работу. Ставьте пробущенные буквы в данные слова. Готовы? Проверяем. Масс-медиа, коммуникация, аудиовизуальные средства, электронные СМИ, печатное издание, полемика, пресса. Ребята, запомните правоописания этих слов и не допускайте ошибок. А теперь, ребята, предлагаю вам прочитать текст о роли СМИ в жизни современного общества. При чтении текста постарайтесь определить основную мысль текста и обратите внимание, в какой части текста она будет выражена. Средства массовой информации играют большую роль в жизни каждого человека. Они апеллируют к личности в совокупности ее социальных ролей, как гражданину, семьянину, представителю социума в целом и жителю конкретного района. Содержание средств массовой информации охватывает все стороны связи человека с обществом и его подсистемами, все области общественных отношений, в которые включена личность. Подсредствами массовой информации принято понимать социальные институты, обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации в массовом масштабе. Массовая информация предназначена для численно большой, обычно географически рассредоточенной аудитории и отличается быстротой и регулярностью распространения. Передаваемая информация должна обязательно отвечать общественным интересам. Среди основных средств массовой информации можно выделить телевидение, радио и прессу. В настоящее время к СМИ стал относиться и интернет, где размещают сотни разных газет, радио и телевизионных каналов, получивших таким образом доступ глобальной аудитории. Ребята, а вы уже определили основную мысль текста? Давайте проверим. Думаю, вы согласитесь со мной, что основная мысль текста была выражена уже в первом предложении первого абзаца. Средства массовой информации играют большую роль в жизни каждого человека. Второе и третье предложения первого абзаца конкретизировали и дополнили основную мысль. В средствах массовой информации также очень часто используются аббревиатуры. Причем для постоянных читателей газет и журналов они не вызывают никаких затруднений. Ребята, давайте проверим, а сможете ли вы расшифровать данные аббревиатуры. Готовы? Проверяем. Итак, ребята, РК – Республика Казахстан, ООН – Организация Объединенных Наций, СНГ – Содружество Независимых Государств, МИД – Министерство Иностранных Дел и Спецкор – Специальный Корреспондент. Уверены, ребята, что вы с легкостью расшифровали все аббревиатуры. Можем переходить к грамматической теме. На прошлом уроке мы с вами говорили о сложно подчиненных предложениях. Сегодня на уроке повторим особенности бессоюзных сложных предложений. Но для начала давайте вспомним, чем отличаются союзные сложные предложения от бессоюзных сложных предложений. Перед вами два предложения. Давайте сравним их. Средства массовой информации позволяют человеку выйти за рамки индивидуального опыта, так как они делают обозримым весь мир. Средства массовой информации позволяют человеку выйти за рамки индивидуального опыта. Они делают обозримым весь мир. Как вы видите, эти предложения практически одинаковы. Это сложные предложения, состоящие из двух одинаковых простых. Но в первом сложном предложении обе части предложения связаны подчинительным причинным союзом, так как перед нами сложно подчиненное предложение с предаточным причинами. Во втором предложении в составе сложного мы видим те же самые простые предложения, но они связаны с собой только по смыслу и интонационно. Никаких союзов нет. Это уже бессоюзное сложное предложение, но тоже со значением причины. Ребята, давайте вспомним, что же такое бессоюзное сложное предложение. Это такое сложное предложение, в котором простые предложения объединены в одно целое по смыслу и интонационно, без помощи союзов или союзных слов. Метель не утихала, небо не прояснялось. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Оба простых связаны между собой только интонационно, союзов нет. Бессоюзные сложные предложения, так как и сложно подчиненные, разделяются на несколько типов, в зависимости от значения. Выделяют БСП со значением перечисления, противопоставления, причины, дополнения, пояснения, времени, условия, следствия и сравнения. Для того, чтобы определить значение бессоюзного сложного предложения, нам нужно подобрать такой союз, которым можно было бы соединить обе части бессоюзного сложного предложения. Например, в БСП со значением перечисления простые предложения можно будет соединить союзом и, БСП со значением противопоставления союзами а или но, БСП со значением причины подойдут союзы потому что или так как, БСП со значением дополнения, что или сочетания союзов и глагола и увидел, что и услышал, что и почувствовал, что. Для пояснения будет характерен союз, а именно для времени, когда, условия, если и для БСП со значением следствия характерен союз, так что. Ребята, обратите внимание, что в зависимости от значения бессоюзного сложного предложения на границе двух простых будут стоять разные знаки припинания. Но о знаках припинания мы с вами поговорим на следующих уроках. Ребята, давайте на примере разберем, как же определить тип бессоюзного сложного предложения. Ученые утверждают, влияние СМИ на поведение людей осуществляется путем создания определенного общественного мнения. Для начала необходимо найти грамматическую основу предложения, и убедиться, что оно является сложным. В этом предложении первая грамматическая основа ученые утверждают, вторая влияние СМИ осуществляется. Как вы видите, два простых предложения в составе сложного связаны только интонационно и по смыслу. Значит, это бессоюзное сложное предложение. Далее, давайте попробуем подобрать подходящий союз, который мог бы соединить обе части данного предложения. Ученые утверждают, что. Думаю, вы согласитесь со мной, что подходящий союз это тоже что. Двоеточие между частями БСП и подходящий союз что указывают на то, что перед нами бессоюзное сложное предложение со значением дополнения. Попробуйте выполнить задание самостоятельно. Преобразуйте бессоюзное предложение в сложно подчиненное. Готовы? Проверим. Масс-медиа называют четвертой властью, потому что они, распространяя информацию, оказывают значительное влияние на человека. Из бессоюзного сложного предложения у нас получилось СПП со значением причины. Усложним задание. Установите соответствие между БСП и их значениями. Готовы? Проверяем. СМИ выполняют коммуникативную функцию. Благодаря масс-медиа между людьми происходит общение. Это БСП со значением пояснения. Союз, который можно было бы поставить, а именно. СМИ интересуют все пространство культуры. Они зачастую являются создателем ценностей общества. Это БСП со значением следствия. Союз, который можно было поставить на границе двух простых предложений. Поэтому или так что. СМИ влияют на общество словом. Они передают информацию в больших масштабах. Это БСП со значением перечисления. Два простых предложения в составе сложных мы могли бы соединить с союзом и. Давайте подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке вы расширили свои знания о средствах массовой информации, повторили особенности и типы бессоюзного сложного предложения, смогли определить основную мысль текста и роль его структуры в передаче основной мысли и преобразовали бессоюзные сложные предложения в союзные. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч!